Всем привет! так ну чтож странно не помню что мой персонаж делал здесь еще и мертвым так один момент вступаем и перегруппировываем ся посадная машина сек скорее всего вот так вот улетела ладно должны принять так ладно возвращаемся к чату стрима щас я посмотрю там пишут не пишут отключаюсь до этого не видел вот так вот вот так вот вот так вот так что же я хотел делать конечно но мог вбить смыслу нету здесь прям очень элементарно это все будет те самые боссы давайте проверим да насколько вообще где проходят границы профита не надо правда придумать как это сделать как провести тест скажем так с выверением баланс вот так значит запасемся бумажкой и ручкой точнее было кнотиком который у меня скоро уже будет весь исписан а прочь так эпическое подземелье я просто лучше место не знаю для реального теста более-менее приближенного к реальным условиям там где-то на 10000 меня все скидывают да и характеристики могучку если не ошибаюсь ну да порядка даже больше 10 тысяч тут за 90 должно быть здесь где-то от 20 блин вот эти тесте после этого соотношения ну ладно крину крит урон 116 тоже может снизили не знаю сейчас посмотрим давайте в таком соотношении пока проверим или или секунду так а вернусь блин там меня не запустят наверное валенхаз валенхаз точно нет в а вернусь и тестить давайте подумаю стоит ли вообще на это размениваться нет остаемся здесь где есть то тут более реалистично проверим так да кстати сегодня немножко поменяли визуал наручи нашел более подходящие скажем так к скорпиону кстати да хотел посмотреть как они вообще официально там разукрашенную на артах так так бутылок один секундочку я проверю у меня начнется начнется запись дпс чистить кей да кстати браузер надо отрубить то будет сказываться на стриме привет апис давно тебя не видно учился нет хорошо мы вот тоже учимся только чему не пока непонятно сейчас будем проверять как у них только его распачканный так и а и и Продолжение следует... 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 но пока подождем не как бы на прошлую работу тоже согласился просто того что надоело уже дергаться решил просто согласиться временном там перри пантоваться и временно получилось два года уже нормально для временного пристанище сейчас как бы есть возможность по выбирать подольше да и опыта тоже больше приехать другой город да не я тут как бы все уже привычно тут как в шаговой доступности тоже есть работа у нас видишь что получается у нас город он как разбит на сегменты на районы и по сути если так вот присмотреться работа наверное все таки район по районам до делится то есть каждом районе свои особенности своей работы может нас все металл база находится например в одном районе от меня довольно далеко то есть около моего района больше находится авто разных компаний но и хвосткие комплексы больше транспортных контор вот может быть какую-то транспортно транспортно это тоже постоянный гемор потому что транспортные в одной работу значит считай работал во всех то есть видел все потому что транспортные перевозка сборного груза это всегда одно и то же хотя да тут счет конторы по сборному грузу она меня тоже опять же рассматривали но пока фиг знает а так давайте-ка посмотрим убили немножко мобов посмотрим на результат исходящий дамаг пока что в принципе ну кстати кстати самой игре там пишется же 5 700 до 5 759 давайте-ка я проверю с отчетом ну да 5 миллионов семьсот тысяч это весь что ж тогда по стандарту прохожу основную часть вот эту да и уже смотрим цифры опять же без дыма меня просто сразу сносят а с дымом я блокирую часть их умений не успеваю да очень многое зависит не только от шмота и стата еще от того насколько во время и быстро работает реакции и прожимаешь скиллы я кстати обе вчера пробовал лучника погонять в принципе мне понравилось другой другая ветка там как раз в который я раньше играл в милишники да и в этом хранители там интересная ветка с ней интересно будет побегать можно принципе сделать того же такого же паута тоже ближника ну блин только надо будет постараться я правда сунулся на 3 рун и в гэшку что-то там был очень жестко правда там был жестко что учеником что миликом вообще без разницы там любым был жестко очень хотя бы мог кайтить ближника там сильно сносили то есть если делать ближника ученика то как-то ему изначально пропорционально складывать оборону что ну или хотя бы маунтов там это скиллы оставлять да у него сильный урон у него еще притом идет большое количество дамага у него как минимум два скилла как я считаю основных которые вешают отложенный урон то есть ты ими срабатываешь ли у тебя противники просто получают доты то есть она не начинает тикать этот урон настакивается плюс еще в другой ветке вот некоторые у тебя другая в другой ветке вот там есть четко это ну как бы через умение можно провожить четко себе путь который будет влиять именно на дальний урон там опять же там так интересно сделали там скиллы идут то есть на пассивки вот эти альтернативные ты либо берешь на смену билда то есть например ты дамажишь ближнем бою стакаешь урон дальнего боя переключаешься дамажешь дальним боем стакаешь урон ближнего боя то есть это не поощряют постоянное переключение то есть можно работать как будто от этого вторая как бы второй ряд пассивок и грубо говоря альтернативный да он идет на то что ты в одной стойке и ты ее не меняешь то есть ты ставишь себе ближника и вот нем дерешься от таба руку вообще убрал то есть топли не жмешь то есть чем дольше ты находишься в этой стойке тем больше тебя на маха стакивается в миле стойки либо в дальнюю столько переключаешься также чем дольше ты в дальние стойки тем больше тебя дома на стакивается интересный короче там тема такая ну блин это опять же но так сходу переделать это тяжко гораздо адекватнее было бы это все в процессе делать то есть сразу падает качать надо это может все переделки они не жизнеспособны я так сказал так все программу минимум сделали соберем оба проверяем так скажем так контрольный заход 1 12 миллионов 900 до 12 миллионов дпс а цифра дамагом 546 это мы ульта 0 и остальные все понятно да так 546 к максималка эффективность 82 процента крит 43 процента так 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 чтобы здесь еще сочетать какой показатель 14 тысяч это так секунду калькулятор нужен так 3 миллиона поделить на грубо грубо говоря средний дамаг до 99 средний дамаг так и запишем так сборка сборка у нас 157 могучки 116 процентов крита так даже на могучку так теперь пробуем я сейчас короче сделаю немножко по-другому не так как мы делали до этого будет гораздо хуже сейчас заходим еще раз проходим еще раз в той же сборки шмот а теми же дарами то есть все то же самое суть в том что мы проверяем на основании трех заходов смотрим насколько сильно вообще у нас скачет расхождение будет показателях боя потом будем менять потихонечку параметры да и перри заходить уже как бы в тех реалиях да ничего мы сами он то есть сегодня короче опять тест будет такой у нас тут уже был на днях тест долгий с двадцатью шестью заходами в данном час по тоже заходим и тесте знаешь что мили ученикам я заметил надо не тормозить подходить всегда в пак потому что ты бывает скиллы прожимаешь по привычке а ты не подошел к могу до них остается там на пару метров до этих не задеваешь там надо как-то вовремя ориентироваться это раз сейчас ну в общем то дача свет буду тестировать разные показатели блин конечно первый инвиз прикольную быстро отрезывается только нет в этом особого смысла кстати да гребать нам особо сильно нельзя у нас камни здоровья кончились поэтому придется играть теперь честно по-нормальному все не дашь сегодня джеки получил у своего дракона не знаю компенсации за то что гончие не выпало ой 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 блин все таки вот эта прикольная штука по ощущениям для боя сейчас скажу какая короче вот это умение вообще крутое слияние с тенью понятно что как вариант и часто используется при нанесении урона боевыми умениями восстанавливается 5 процентов шкалы незаметности если вы уцелить за спиной да этот эффект удваивается дело в том что это полезно когда сражаемся с большим паком когда много мобов мы буквально за два каста но вот вертушки например даже нет например из инвиза сработали вертушкой дальше пускаем дым кидаем клинки и у нас вес установлен потому что мы задели большой пак но если там два моба или один босс то есть это уже не сработает и тогда работает уже слияние с тенью вот это она как бы все таки больше для сова драк но сейчас видно было что каждые 20 секунд это слияние с тенью нас вешается и каждые 20 секунд наш скилл практически отрегенивает полностью нам инвиз и это получается что мы ушли в инвиз сработали скиллами на нас повесился я не с тенью да мы опять прожимаем любой боевой и у нас исполняется опять инвиз то есть прикольно то есть раз 20 секунд мы можем вне очереди получить инвиз то есть тоже довольно комфортно вот как сейчас блин и же не честные просто берешь надо есть ты будешь делать такой себе билд то чтобы стоять под боссами у мобов надо что защита было более-менее нормально либо спутников на отхил поставить на что хотя механика позволял комфортно находиться в толпе раньше этого вампиризм ты дамажишь тебя вампирки хилит притом у меня практически на фу отхили вот все там пока всех дамаж у меня этот заметно все было дело да джеки я иду по следам вот смотрю здесь след дракона так что где за рядом джеки как твой дракончик рассказывает давай нам очень интересно узнать но он конечно же не такой крутой как гончи фейри или как там ее кстати да так вегетация но он это да он довольно шикарно выглядит а самое главное что таких наверное наукционе не особо много как тому назывался блин забыл а за лучший прям как я так ой совсем на английском на эльфийском блин тут только волки у них в доступе джеки а вот еще такой смотри как тебе это с того же набора кстати падает для полтора ляма стоит это из-за того что он просто редкий сегодня посмотрим сегодня ночью опять что-то откроем мы же за витку теперь открываем эти сундуки потому что ну реально мне их интереснее открывать чтобы эти рарные всяких скакунов вытаскивать довольно редких где мой этот о приземлился джеки как ничего подобного не было тяж что-то было шикарное наверное кстати вот такой же до который по-моему такой же был раньше на халяву давался одном из этих пока ушек только вот я не помню в каком пока пока знаешь какой наверно не с этими не северный который с этими с варварами а по моим пока ушка на арене там если форме бесконечное число раз там могла дробь есть такая животинка так ладно ну и чего он застыл блин маленького моба слил панцирницы я смотрю ну панцирница ладно вот такие вот горгоны они смотрю разных видов были тоже есть редкие разные огненные ядовитые прям интересно было мне посмотреть какие бывают опять же редко кто этот сундучок открывает резко кому падает там дроп реально тоже такой выкручены довольно жестокий поэтому на ролике себе такое чудо довольно сложно давайте как награду себе сундучок золотая скажем так наши цели этот сундук будем миллионерами так все здесь за прошли так в том же той же раскладочки смотрим результаты само собой количество мобов одно и то же поэтому урон сильно не будет отличаться 13 как к дпс а второй заход эффективность 86 процентов но вот видите даже в рамках одного билда не меняешь мод мы уже разброс получаем по эффективности так максимальные цифры которые я высекал как малых 236 потому что я не ультовал так средние 15 15 средний дамаг офигеть да ладно ладно запомним так крит ну-ка-ну-ка 50 с чем-то 53 процента 10 процентов разница в крите из-за чего непонятно ничего не меняли просто вот ну ладно сейчас будет третий заход в тех же условиях кстати да интересно тут мне что на эффективности дамага как как же это не знает там все просто я даже скажу как она считает среди дпс она его считает берет твой скажем так общий дпс зависит данж и делит на количество ударов то есть всего какой-то наносишь частной птическая какая формула эффективности блин джеки я тебе могу миллион формул скинуть только тебе придется найти какого-нибудь хомяка ученого что он теперь расшифровал их всех я сегодня увидел кучу фронтов форму посмотрел на них формула крита формула могучки посмотрел так посмотрел и закрыл потому что ну блин нет ничего не говорит все эти формулы aks ку а и процент mc-квадрат все самые эффективные формулы джеки все остальное уже производные спать пора да я уже сплю и мне снится что я тесте что за тесте блин ай-яй-яй спать пора кстати да шмот на могучку и все вот эти вот как бы попытки его апнуть они работают на коротких боях крат обрываешься и быстро всех убиваешь а когда ты бегаешь и тебя бьют это нифига не работает и и и и и и и Так. Фух, покраснело уже все. Добавно. Забавно, я не говорю, круто. Просто дело в том, что тут главное пережить первый удар. Поэтому все, что кроме дыма, с этого не стартуют. Если ты стартанешь с чего-то кроме дыма, это все, у тебя сразу оторвут уши ваншотом. Это скажем так, старт без дыма, это костерной билд. Это чтобы постоять на костре. Останавливаемся маленько. Ой-ой-ой. Вис. Дым. Хотят меня догнать, пусть постараются. Блин. Вот заразы. Они рывками просто передвигаются. Такой скилл, кстати, есть у учеников, чтобы рывком приблизиться к цели и вдарить ее сразу. Неприятная вещь для жертвы. Вообще, учник в миле это прям вылит этот ассасин. И он прям дерется тупо ближними атаками. Прям полноценно, ножами. Даже не скажешь, что это учник. У-у-у. У-у-у. Их-у-у. последнего уже легко добить чтобы он не принимал надо как-то с этим что-то делать просто просто его закачивать полу танкова но опять же такой скажем так любительский билд для фана потому что если как бы люди в данж видишь они берут как так называемых себе стеклянные пушки делают то есть персонаж который доносит много урона но нифига не живет чтобы как бы по ролям по своим прокатывать пробуем ультовать блин без крита все дамагер и дорогие потому что им надо закачивать много дпс а надо все максимально себе а быть мили просто видишь как бы обычный лучник из нас сразу переключиться или он не сможет так жить ему надо просто изначально его рассчитывать на мили то есть качать его как милика вас это когда вот и ассасины дают советы шеи но это то же самое что я не знаю но танк паладин будет давать советы как танчить хилл хилл чернокнижнику то я вообще совершенно разные классы у них совершенно разные эти подходы и приоритеты да и п м так Сейчас сундучок. Сейчас сундучок. Так, пробуем сейчас переключаться. Здесь мобов вообще хорошо сносит. Вот сейчас с той же сборкой боссы идут. Никого нету. Так. 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 Давайте теперь поменяем себе некоторые вещи. Притом кардинально. Предлагаю упороться в крит. Так. 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 до дальненько можно пострелять и особо не жить 145 спустились 124 134 пробуем так без банок проходим по этому ну то есть не банок не бафов ничего не не вешаем на себя идем вперед могучку спустили до 140 хотя оставили разгон и не знаю может мне кажется конечно насчет эффективности но сейчас даже вот этих двух великанов распотрошу гораздо быстрее переставившись на крит надо отдальник менее зависимых опять же настроечки там дальность прорисовки меняешь и становится получше и Продолжение следует... Не, конечно, я допустил, что меня так сильно изранили, но это все равно более-менее норм. Ну, я на 64-х КБС играл в этот, в Perfect World и там еще и в PvP участвовали массово. Когда там, блин, 100 человек на 100 и все месяцы рубятся и еще и побеждать надо было как-то. Хотя, наверное, у всех такие были компы или около того. Интернет с телефона. И работало. Но, а сейчас не работает, если меньше 100 Мбит. Прошлый раз в этот данж гоняли, по сути вопрос был о беже и артах. То есть, вот, не о шмоте. Сейчас, наверное, вопрос больше о соотношении двух стат. Сейчас посмотрим, какая разница будет у этих стат. У кардинальных таких величин. И уже будем из этого исходить. Нормально. Это взрослая жизнь. Тут всегда так. Блин, у меня вот, короче, сейчас вот я посмотрел. Ну, блин, да, понятно, могучка. Но мне сейчас с критами гораздо больше понравилось здесь всех это подубасить. Не, ну, едет. Ну, если хватает пока, да, на проживание. И на донат. Кстати, да, Абис, насчет на донат. Приоритетно спутник, во-первых, закачка камней, да, то есть. Шесть камней на могучку. Пятнадцатого уровня в его беже. И где-то парочку камней еще в этих два в кольце. Здесь вот, пятнадцатый, четырнадцатый. Вот, потихонечку подтягиваемся. Да, я тоже так считаю. Я сегодня еще на нолям в гильдию закинул этих купонов. Не знаю, на стриме. На стриме был, на стриме, по-моему. Короче, купоны на сокровища тирании там. С шопа. Где-то на нолям купил их, закинул. Зато там сразу покрыл весь этот. Скажем так, весь вопрос гильдии. В этих купончиках. Вот. Ну, блин. Потому что все тут кричат, говорит, надо могучки много. Крита много не надо. А я хочу и крита, и могучки. Поэтому, чтобы могучку потихонечку подтянуть тоже. Крит сохраняю. Вот, мы пробуем сейчас соотношение это выяснить. Так ли оно важно. Кстати, да, насчет соотношения. Вот, давайте посмотрим. Итак, с критом. Что у нас получается? Нанес я 15. Как и ДПС. Просто из-за того, что вылетают криты, да, они гораздо сильнее. Абис. Точность, проник и шанс крита – это каповые значения. Не, не, не. Это перекап. У тебя больше 90 тысяч не работает. То есть работает только 90 тысяч. Остальное – это уже на воздух, скажем так, выбрасываешь свои средства. То есть должно быть 90 тысяч во всех вот этих статах. А те, которые не имеют лимита, да, не имеют капа – это могучка. Это, по сути, хп и, собственно, процент крита, да. Процент крита можно, то есть он поднимается только тем, что ты сможешь нарыть на шмоте или вообще, ну, где угодно. Все, что ты сможешь нарыть, оно тебе, как бы, ну, оно к тебе прибавится. Но потолок вот этого развития крита, процента крита, именно, скажем так, в ограниченности бонусов. То есть ты не сможешь их, ну, у тебя небольшой выбор. Вот я сейчас спутников одел на 20% крита примерно. Еще зелий, и все. Автоатака через крит. Не знаю, какой-то, по-моему, бред. Потому что мне как точности становится слишком много, ну, нет, у тебя урон не вырастает. У тебя стат, значит, откуда ты их берешь, либо с могучки. Не, либо ты стат и берешь с могучки, либо ты стат и берешь с других стат. Я тебе могу сейчас показать. Ну, давай сейчас один забег будет. Сейчас я вот это перепишу, что у меня тут какие цифры были. Ну, вот здесь, кстати, вот я сейчас с критом играл не с могучкой. Блин, цифры гораздо больше меня радуют. Так, средний ДПС. Блин, средний ДПС тоже вырос. До 18к. Так, эффективность 82%, как, в принципе, в первый заход. Крит 57%. Видимо, фиг знает, значение крита, что ли, это общее. Чем выше, тем лучше. Так не сработает. У точности есть демишинг. У шансов крита есть демишинг, у проника есть демишинг. У могущества нет демишинга. Сейчас, секундочку. Давай я покажу тебе картинку, чтобы было понятно. Сейчас покажу. Подожди. Просто все, так, секунду, это мои записи были. Да, кстати, это результат моих тестов, которые мы тут тестили, дамаги, билды с заходами разными. Сейчас я покажу вам вот такую формулу. Раз уж мы до этого дошли. Абис, ответ на твой вопрос. Ну, смотри, что там написано. Сейчас скажу. Так. Добавление дамага в процентах за тысячу очков точности. Вот. У тебя получается, что... Так, секунду. Вот снизу у тебя идет шкала, написано количество очков точности. Вертикальная шкала, это прибавка в процентах к ДПСу. Ну, то есть, 40 у тебя, в принципе, в нормальном шмоте меньше 40 не будет ее. И вот у тебя уже с 40 ты, то есть, берешь, у тебя прибавка ДПСа снижается к 80. Она доходит буквально до 89, самое верхнее точка, 89 и 4. И дальше идет резкое снижение. То есть, ну, люди поэтому 90 закачивают. То есть, 90. И дальше у тебя уже нет прибавки. То есть, у тебя вот она идет. У тебя дальше за каждую тысячу, то есть, ты смотри, за тысячу, например, на 40 тысячах, ты получаешь прибавку 0,06. Блин, ну, там даже не 0,06. Ну, конечно, 0,06. Давай так скажем. Ты получаешь вначале прибавку за каждую тысячу. Но ты прибавляешь тебя 0,06, потом 0,05. И на 90 тысячах закачанных очков, да, ты получаешь 0,05. Дальше у тебя уже прибавка идет по 0,04. То есть, скорее всего, еще ниже, потому что здесь не показано. Написано, что точность ведет себя точно так же, как проник, да, только с гораздо меньшим коэффициентом усиления на единицу статистики. Доброй ночи. Да, сходил аж три раза. Ну, потому что так задумано у разработчиков, что у всех персонажей должно быть все одинаково. Не, ну, почему под один из стандарта? Вот, например, сейчас фотку беру. У танков у них больше защиты должно быть. У хилов больше хила. Бегаю, смотрю с разными статами. Записываю, ну, тестирую стат и записываю результаты. Пока что они очень странные. Так. Сейчас будет следующий забег. Для чистоты экспериментов забеги делаю не по одному разу в сборке, да, в стат, а сразу по паре, чтобы смотреть на результаты. Так, частная очередь. Примерно, да, если я, да не, если я буду шмот перекидывать на любой класс, другой, я буду там также поднимать ему стат примерно до тех же показателей. Кем бы он ни играл. Есть какие-то еще свои, конечно, показатели от класса. Но есть еще такая забавная вещь, кстати. Нет, просто видишь, о чем сейчас речь изначально, начаватель Шадр. Речь была о танке, который круто дамажит, имея 120 тысяч точности. И он говорит, что надо, короче, качаться в точности. Ну, да. Наверное, все по 200. Блин, я боюсь, что хил больше дамажить будет. Хил, а, блин, там такие цифры вылетают. Он сейчас как топ-дамагер, если в ДДшке будет. Просто мне механика его немножко наскучила. Сейчас, секунду. Мобы откликают. У меня банок нету нормальных, надо с ними осторожно драться. Тот тест закончится не в нашу пользу. Тот тест. 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 Продолжение следует... ну да вот я сейчас прошел с одними теми же статами а цифры разные привет то есть типа если все персонажи прямо одинаково одет в одинаковый шмот кто будет сильнее такой вопрос сразу вспомнился вопрос в чем силу брат тот кто первый жмет кнопки я так сказал у кого быстрее скорость нажатия у кого лучше скорость интернета кто быстрее бегает кто быстрее убьет мобов вперед всех ну да кстати насчет лучше хуже механики тоже правильно дело в том что про клирика там ведь в чем дело у него дома хороший но клирики которые с хорошим дамагом они жалуются что им приходится рвать задницу до чтобы дамаг поддерживать все остальные классы особо не напрягаясь такие же дамаги выдают не у этого у клирика чтобы нормально все было там надо ему ротацию соблюдать во время божественность пополнять то есть клирику там геморр на это так такая механика у него конечно противные блин не туда выживаем инвиз а могут и не знали блин капец как я с ними это подрался то не знаю раньше берс легкий был сейчас фиг знает так до пучка главный убегай вовремя вовремя и скиллы юзы вовремя и все так-ка скиллы спустил и все печально давайте-ка по-другому не могу у меня и так 3 у мелкий стоит я думаешь просто так от них отскакивая не потому что вблизи с ними меня грохнут так я хотя бы выживаю потому что если я останусь рядом с ним стоять все капец а так я могу хотя бы с дистанции бить с ближним боем он залипает около моба получает от него удары то есть это кто кого быстрее задамажит так хотя бы видишь есть короче говоря ассасина это другой стрим это шиеновский стрим что не будем ники ближних боев ставить меня здесь все равно пробивают потому что по совету многих я убрал хилищи и знаки просадил себе все защитки по сути играем эти по теперь как хотят ассасины не знаю короче что там запросил по дамогу и а и и и и а и и и и и и блин отвлекся нафиг знает я тут смотрю не насколько дамажа убиваю не убиваю а потом уже смотрю цифры по программе который там все это записывает скорее всего потому что большую часть времени я стараюсь не попадать под этого моба потому что нет выживаемость нет хп и не могу стоять танчить забрал вам и дамажить и а а а а и и и и и я его еще делаю и я подхожу каждому элементу билда пытаюсь его протестить кстати пока что по вашим советам билд с максимальной могучкой выдал меньше урона итогового вы смотрите на цифры которые отлетают надо смотреть на итоговые скажем так тамаги которые получаются за прохождение с критом гораздо выше были показатели эффективности и криты и средний урон поднялся гораздо выше я потому что не буду как-то некоторые брать готовый билд поэтому пробую сам опять же я посмотрел как люди делают и все равно пытаюсь пока что по-своему все разобраться и Продолжение следует... Продолжение следует... Я смотрю в процентах... Тот же средний ДПС... Смотрим, это которые делятся на количество... То есть максимальный ДПС делится на количество ударов... Так, поделить... Готовый билд с нормальными статами... Ты думаешь, такое есть? Нету нормальных ШНов... Готовых статов нету... Нормального билда тоже... У того ШНа 126, а в Крите он в принципе поменьше... Ну можно сейчас протестить... Сейчас посмотрели вот эти варианты... Ну вот кстати... Мобов здесь в начале разделывает он в Крит Билде гораздо быстрее... Ну я скажем так подглядывал, чтобы научиться с чего-то начинать... Какую-то основу набирать... Сейчас попробуем... Немножко стат перебрать... Так, да... Притом я идейный ШН, который... Абсолютно против... Ассасинов... То есть... Для меня есть только... Ну в данный момент... Neverwinter... ШН... Все... Я не... Задрот Neverwinter... То есть я... Могу играть в любую игру... У меня есть много МРПГшек... А Never я уже... Много раз заходил, играл... И у меня как бы основная цель стоит именно на том, чтобы... Замучить ШНа... То есть изучить ШНа... Придумать что-то под него... Готовые билды есть под Ассасинов... Аж все играют Ассасинами... Все советчики приходят и говорят... Делают так, делают так... Ягод Ассасин делают так же как я... Я не Ассасин, я ШН... Это то же самое, что говорить... Ну как я сказал уже... Приходит танк и начинает хила учить как хилить... Совершенно разные классы... Совершенно разные персонажи... Так что... Пауты... Ну... Которые Ассасины... То есть... Ну... Я их вообще не слушаю... Потому что в этих паутах у них нету... Ни рук, ни... Умения, ни знания как сделать себе ШН... Поэтому... О чем с ними можно говорить и что с них можно взять... Я смотрел... Гайды... На ШН... От Ассасинов... Ну блин... Короче говоря... Там... Много было моих комментариев у них под их видео... Чего не обижались... Итоговые ДПС в капе... Я скажу больше... Я как ШН протестил... Одинаковые... Сборку шмота... Одинаковые скиллы... Но... Переключенные на Ассасина и на ШН... Я тебе скажу так... Что... Ну... Там как бы... Точный был тест... Да... В плане того... Один персонаж сделал... Определенное количество ударов... Другой сделал определенное количество ударов... Затем... Несколько подходов... Чтобы выборка была точная... И оказалось... Что ШН просто... По определению... Просто... По своему названию... Если у нее ШН написано... Точно... Теми же скиллами... Что и Ассасина... Он наносит меньше урона... Я принципиально... Выбрал ШН... Потому что... Им никто не играет... Как я всегда говорю... Скажите мне... Кто в игре самый... Непопулярный класс... С кем никто не играет... Да... Я буду играть... Ну... То есть... Ассасин... Я объяснял... Да... То есть... В одинаковом шмоте... Одинаковые статы... Все одинаково... Прям один в один идет... Только... Переключение Ассасин... И ШН... Скиллы... Те же самые... Вот именно начальные... Его первые скиллы... Те же автоатаки... Первые... Ассасин... Наносит... Максимальный урон... Выше... Поэтому он... Выбивается... Но у него... Кстати... Минимальный урон... Ниже... То есть... Если он бьет плохо... Он бьет ниже... Чем ШН... У ШН... Более стабильный... У него посередине... Идет его амплитуда... Дамага... То есть... Он и не высоко бьет... И не низко бьет... А... У Ассасина скачут цифры... Дамага... Как я считаю... Что Ассасин... Это... Не паут... Не ДНД паут... Если полностью там... Уходить уже... В геймплей... И отыгрывать... Не знаю... Ну... Такого... Скажем так... Ниндзя... Но блин... Ассасин... Это просто... Вариации... Этого Берса... С ножом... То есть... Это Берс... Просто... Которому... Вместо... Вручника... Дали нож... Два ножа... Все... Так... Что же ему теперь сделать... Ну да... Я сейчас еще бегаю сюда... Уже без зелий... Тестирую... Потому что... Так... 134... Давайте сделаем сейчас... Могучку... Можно в принципе вот так вот выровнять и попробовать... Хотя фиг знает... Примерно как у того чела... Примерно как у того чела... Примерно как у того чела... Есть вариант... Могу поиграть... Хантом... В... Хранители... Через мили... Дамаг... Которым никто не играет... Без переключения... Стоек... Потому что... Тоже интересно... Потому что... Непопулярные... Комбинации... Я его ношу... Я его ношу... Потому что он показал себя лучше по цифрам... После 12 забегов... 26 забегов сюда... Да... В нем был самый большой дамаг... Я могу его убрать... Хоть сейчас... Смысл от этого... Кто не мог... Да... Не... Не ..... Словили... С하게... Снимальные п잖ки... говорят я уже и тестить нормально не могу поэтому нафиг либо стрим заканчиваем либо давайте какую игру поиграем на сегодня стрим закончился ассасины идите смотрите другие стримы там есть ассасин там они качаются по гайдам в этом стриме ассасинов не будет билдов через могучку тоже не будет при том что ну блин меня уже задолбали просто ваши советы если честно я объясняю я тестирую разные элементы пока что я тестировал вопрос по беже и артефакт ему шмоту потом тестировал опять же разницу крита и могучки то есть я все делаю как бы поэтапно то есть опять же комбинации шмот я еще не все протестировал опять же комбинации крита и могучки тоже не все протестировал то есть на каком этапе могучка становится менее активны чем criss тоже пока еще не выявил ну как бы я планировал все-таки это все самому узнавать тестить блин не получать какие-то аксиомы от людей которые дальше гайдов не заходили ну блин а в игре тестили ну если тестили скажите мне какая какой прирост урона идет крита 1 процент крита сколько он урона сколько дает 1000 могучки прибавки к урону какой вообще урон сейчас в игре то есть базовый и примерно там или амплитуды его то есть что-то все советуют но блин посоветуйте скажите тогда сразу цифрами какая разница какое соотношение поэтому never winter стримим играем только шленом как я хочу да либо не стримим never winter и не играем в то же самое что у меня в свое время sky for существовала игра только как некромант да то есть кроме некроманта все остальные там сколько 13 классов это было не ко мне и как бы не про эту игру также как skyrim я не знаю все наверное играли все играли в разных аспектах для меня skyrim это ну игра про темные братства и после этого она заканчивается то есть она проходится за грубо говоря недельку א�минь пока она 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 э Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДамиTorzok Д秒 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...